В Мексике продолжается строительство аэропорта, а у палеонтологов прибавляется работа. Они находят всё больше костей мамонтов. Учёные обнаружили более ста скелетов. Раскопки ведутся на двустах участках. По словам археологов, мамонты пришли сюда примерно 24 тысячи лет назад. Их могли привлечь обширные луга и озёра. Для древних животных эти места были райскими, но они же стали и погибельными. «Животные зашли слишком далеко в озеро, попали в ловушку, и их ноги увязли в иле. Потом они медленно умирали. И в это время мамонты становились добычей для хищников и людей». Учёные считают, что примерно 10 тысяч лет назад люди, возможно, охотились на мамонтов. Об этом свидетельствуют найденные каменные наконечники стрел и копий. Охотники также рыли на мелководье ямы-ловушки. Археологи обнаружили на месте раскопок останки и других древних животных. Но огромное количество костей мамонтов поражает воображение. «Есть и другие подобные места. Ранчо Ла Брея в Лос-Анджелесе и Юкон на Аляске. Там много участков с большим количеством останков. Таких мест много и в Южной Америке. Но в Латинской Америке этот участок может стать одним из самых важных мест, если не самым важным». Когда-то в этой долине было много озёр, но в 17 веке их начали осушать колонизаторы, чтобы предотвратить наводнение. Археологи будут исследовать находки в лаборатории. Они также обещают, что в здании нового аэропорта появится экспонат из костей мамонта. Германия подтвердила свой первый случай заражения дикого кабана африканской чумой свиней. Об этом объявил министр сельского хозяйства страны Юлия Клёкнер. Труп заражённого животного нашли близ немецко-польской границы в восточной земле Бранденбург. «К сожалению, тесты подтвердили наши подозрения. У нас зафиксирован первый случай африканской чумы свиней. Болезнь нашли у дикого кабана в регионе Шпренайсе. Мы имеем дело с этой болезнью уже давно. Она есть в Европе, особенно в восточной. И это влияет на многих потребителей». Министр также подчеркнула, что африканская чума свиней не опасна для человека. Однако, если её обнаруживают на фермах, то весь регион и даже страна могут лишиться возможности экспортировать свою мясную продукцию. «Теперь мы планируем предпринимать определённые шаги и искать другие трупы, чтобы оценить ситуацию и понять, насколько болезнь распространилась». Правительство Германии уже давно опасается, что её экспорт свинины в Китай и другие азиатские страны может оказаться под угрозой, если здесь выявят АЧС. В мире прецеденты уже были. По данным Национального статистического управления страны, в период с января по апрель 2020 года Германия экспортировала в Китай около 158 тысяч тонн свинины на сумму 424 миллиона евро. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. В последние месяцы были подтверждены случаи африканской чумы свиней у диких кабанов на западе Польши. При этом один случай выявили всего в 10 километрах от границы с Германией. Также недавно были подтверждены случаи заражения диких кабанов примерно в 10 других странах Европы. Более 50 человек, по всей видимости, погибли в результате обрушения нелегальной шахты в Демократической республике Конго. Трагедия произошла после сильного дождя в городе Камитуго на востоке страны. Одному шахтёру удалось спастись, поскольку он успел выйти из тоннеля до того, как его начало затапливать. В шахте у него остался брат. «Прибежал ребёнок и сказал, что шахту затапливает, и вряд ли кто-то выжил. Мы вернулись туда и обнаружили лишь яму, полную воды. Я упал в обморок». Как сообщается, большинство погибших – молодые люди. На месте обрушения работают спасатели. Никого пока не нашли. «Там работают спасатели. Но мы должны спросить и себя, что сделали не так. В Камитуге начался сезон дождей. В такую погоду происходят подобные бедствия, потому что люди не умеют вести себя во время дождей. И это главная проблема. Мы просим наше правительство помочь этим сиротам, потому что содержать их – ответственность государства». В кустарных шахтах в Дейр-Конго плохо оснащённые землекопы добывают золото глубоко под землёй. Нормы безопасности, как правило, не соблюдены. Ежегодно гибнут десятки человек. По меньшей мере 100 тысяч протестующих вышли на улицы Минска в воскресенье. Эти выступления стали одними из самых масштабных после выборов 9 августа, на которых о победе объявил Александр Лукашенко. Не хотят они. Сами видите, сегодня даже были задержания мирных людей, которые гуляли по городу, как мы вот сейчас идём гуляем. Выражаем своё мнение, что власть неправильно делает. Они силой пытаются выгнать людей из города, чтобы сидели все дома, чтобы боялись власть, не слушали власть, ну и преклонялись перед ними. Не менее 250 человек были задержаны в выходные. В целом, на улицах можно увидеть много полиции. Центральные площади столицы отцеплены. Протестующие не верят результатам выборов и говорят, что должна была победить соперница Лукашенко Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве. По словам президента, народные выступления были спровоцированы иностранными силами. Между тем, два белорусских оппозиционных лидера находятся в заключении. Их обвиняют в попытке дестабилизировать страну и нанести ущерб национальной безопасности. Сначала задержали Марию Колесникову. Как говорят её соратники, арест производили люди в масках прямо на улице. Два дня спустя также задержали Максима Знака. Они входили в Координационный совет объединённой белорусской оппозиции. В настоящее время все его лидеры либо находятся в заключении, либо были вынуждены бежать в соседние страны. Так Колесникову пытались вывести на территорию Украины. Однако на границе она порвала свой паспорт. Лукашенко находится у власти 26 лет и говорит, что без него страна погрузится в хаос. Он прибыл в Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путином о ситуации в стране. Также 14 сентября Минск и Москва начинают совместные военные учения. Птицевод Ипполит Адигвы кормит тех немногих кур, которые у него остались. Нехватка кукурузы в Нигерии удвоила цены на птичий корм. Это один из нескольких факторов, из-за которых в Нигерии вот-вот начнётся продовольственный кризис. «Если так будет продолжаться, то грянет настоящая катастрофа». Ферма Адигвы находится в столице Абуджи. Он был вынужден продать около 2000 кур, оставив всего 300. Теперь их нечем кормить. Чтобы восполнить дефицит кукурузы, власти Нигерии в прошлом месяце предоставили 30 тысяч тонн этого продукта и собственных запасов. В стране ожидается и нехватка риса, основной потребляемой здесь зерновой культуры. Недавние наводнения уничтожили 90% из 2 миллионов тонн урожая риса в штате Кебби, которые должны были собрать этой осенью. Это около пятой части всего объёма риса, выращенного в Нигерии в прошлом году. И уровень воды продолжает подниматься. Продавцы риса готовятся делать запасы. «Я собираюсь хранить рис до тех пор, пока его не станет больше. Знаю, что это произойдёт скоро». К значительному росту цен на рис привело и закрытие границ из-за пандемии. Ограничения помешали весеннему пассивному сезону. «Угроза нехватки продовольствия реальна, и влияние на продовольственную систему будет колоссальным». За пять лет у власти президент Нигерии Мухаммад Бухари стремился сократить объёмы импорта в основном сельхозпродукции, чтобы стимулировать отечественное производство. Несколько дней назад, даже после резкого скачка цен на продукты питания, он приказал Центробанку прекратить выдачу иностранной валюты для закупки продовольствия и удобрений. Недавнюю гибель гражданских в Мьянме можно назвать военными преступлениями. Об этом объявил Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бочелет. «Случаев гибели гражданских становится больше. На них совершаются как целенаправленные, так и случайные атаки. И это можно назвать военными преступлениями или даже преступлениями против человечности. Беспокоят и снимки со спутника, которые показывают, что в последние месяцы на севере штата Ракхайн были пожары». Бочелет отметила, что власти Мьянмы делают недостаточно для того, чтобы наказать виновных. «Люди исчезают, происходит внесудебные казни гражданских, масштабное переселение мирного населения, незаконные аресты, пытки и смерти в заключении. Также уничтожается собственность гражданского населения». При этом посол Мьянмы в ООН заявил, что обвинения в преступлениях не были подтверждены и что Мьянме нужно время на демократические реформы. «Недопустимо, что в докладе ООН появляются необоснованные и неподтверждённые обвинения. Это окажет негативное влияние на имидж страны, а также на её попытки решить проблему. Поэтому мы призываем УВКПЧ основываться только на подтверждённой информации. Ситуация в штате Ракхайн непростая и уходит корнями в далёкое прошлое». Более 730 тысяч мусульман народности Рахинджа бежали в 2017 году из мьянманского штата Ракхайн в соседние страны. Люди спасались от военного конфликта, который вспыхнул между армией Мьянмы и боевиками Рахинджа. При этом мьянманские военные отрицают все обвинения и говорят, что просто реагируют на атаки со стороны вооружённых группировок. Гонконгские активисты Джошуа Вонг, Джимми Лай и около 20 других пришли к зданию суда во вторник, чтобы заслушать обвинения в свой адрес. Им вменяют организацию незаконного массового собрания людей. Активисты устроили акцию протеста у здания суда. Они считают, что никаких законов не нарушали. 4 июня десятки тысяч жителей Гонконга вышли на традиционный вечер со свечами в память о студентах, погибших во время кровавого подавления продемократических выступлений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Власти региона впервые за 30 лет не согласовали мероприятия, сославшись на пандемию коронавируса. Но люди всё равно вышли, назвав запрет попыткой ограничить их права. «Мы настаиваем на том, что ежегодное осуждение бойни на Тяньаньмэнь с зажением свечей – это не преступление. Мы настаиваем на фундаментальном праве на самовыражение – выступление против убийств на Тяньаньмэнь и поминовение тех, кто пожертвовал своей жизнью». В материковом Китае любая информация о событиях 1989 года в Пекине засекречена. Официальной информации о погибших нет. По словам некоторых чиновников, в инциденте погибло около 300 человек, включая военных и полицейских. Однако, по данным свидетелей, погибших могло быть до 10 тысяч. В основном – мирные граждане. Коммунистические власти не разрешают проводить каких-либо мероприятий, посвящённых кровавым событиям. Однако в Гонконге каждый год проходит масштабный вечер памяти. Суд проводят в чувствительный для Гонконга период. Недавно власти КНР напрямую приняли здесь закон о нацбезопасности в обход местного парламента. Теперь в этом автономном районе появился отдел китайской полиции. И любого жителя города могут арестовать за действия, которые Пекин называет подрывом власти, терроризмом, сепаратизмом или связями с иностранными силами. В рамках нового закона в Гонконге уже арестовано 12 протестующих. Максимальный срок наказания, которое им грозит – пожизненное заключение. В автономном сообществе Галисия на севере Испании полыхают лесные пожары. Пострадали три провинции Луга, Пантеведра и Оренсе. Последнее больше всего. Там зафиксировано 12 очагов возгорания. Из-за них вся провинция Оренсе с понедельника окутана густым смогом. В её одноимённой столице уже сгорело несколько жилых домов. Объявлена эвакуация. «Я не спала всю ночь. Надеемся, огонь не вернётся. Я устала плакать». Как сообщает пожарная служба Галисии, шесть пожаров удалось стабилизировать. Шесть других всё ещё остаются активными. «Для соседей это была сложная ночь. Мы все здесь сражались с огнём». На борьбу с огнём направлено более 120 пожарных и 42 пожарные машины. Как сообщило государственное испанское телевидение, выжжено не менее 6700 гектаров территории. Австралия планирует снизить цену на свой газ на внутреннем рынке, чтобы стимулировать восстановление экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Скотт Моррисон. «Получайте больше газа чаще и более надёжным способом. В этом поможет реорганизация нашего газового рынка на восточном побережье и выделение дополнительного газа для скорейшего восстановления». Моррисон отметил, что австралийские компании должны будут зарезервировать часть газа для внутреннего рынка. «Нам необходимо обновить наш газовый рынок восточного побережья. Правительство планирует внедрить меры, чтобы местные клиенты не были в невыгодном положении по сравнению с иностранными». Он также сказал, что правительство планирует пересмотреть внутренние контракты на поставку газа с тремя местными экспортерами, включив в соглашение пункт об изменении цены. «Несмотря на наши запасы, к 2024 году прогнозируют нехватку газа на рынке восточного побережья. Это недопустимо. Конкурентоспособный газ должен помочь нашему восстановлению после COVID-19». Австралийская организация, защищающая права отдельных потребителей, недавно выяснила, что местные компании платят за газ, добытый в стране, примерно на 50% больше, чем клиенты в других странах. Из-за пандемии коронавируса экономика Австралии впервые за три десятилетия погрузилась в рецессию. Также уровень безработицы превысил 13%. Ураган Салли затопил улицы, выкорчевал деревья и оставил без света сотни тысяч домов на побережье американских штатов Алабама и Флорида. Сообщается об одном погибшем. Ураган обрушился на сушу рядом с городом Мобил в Алабаме, как шторм второй категории рано утром в среду. Скорость ветра достигала 165 километров в час. Днём он ослаб до тропического шторма с максимальной скоростью ветра до 113 километров в час. «Мы спустились на первый этаж и услышали, как начали хлопать все окна в доме. Часть крыши начала отрываться, сайдинг тоже. Всё закончилось лишь часов в 5-6 утра. Мы заснули и проснулись в 9. И тогда уже вышли наружу». За сутки в ряде регионов побережья Мексиканского залива выпало более 46 сантиметров осадков. Ожидается ещё больше дождей. Кое-где объявлена эвакуация. На побережье Флориды в городе Пенсакола вода поднялась на полтора метра. Повреждены дороги и мосты. Шторм повалил величественные дубы на линии электропередачи. В результате более 500 тысяч домов остались без электроэнергии. Салли – 18-й шторм с именем в этом году в Атлантике, а также 8-й тропический шторм и ураган, ударивший по США. Как ожидается, ущерб от Салли составит от 2 до 3 миллиардов долларов. Суд Франции признал бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических Федераций Ламина Диака, виновным в коррупции и приговорил его к двум годам тюрьмы и ещё двум условно. Расследование в отношении 87-летнего Диака проводили в свете российского допингового скандала. По данным обвинения, он получал взятки от атлетов взамен на фальсификацию результатов их допинг-тестов, что позволяло им участвовать в соревнованиях, включая Олимпиаду в Лондоне 2012 года. Адвокаты бывшего функционера обещают обжаловать приговор. Ранее они просили суд, сделать снисхождение для Диака ввиду его преклонного возраста. «Мы только что услышали вердикт и сразу заявляем, что команда адвокатов Диака будет подавать апелляцию. Это несправедливое и бесчеловечное решение. Несправедливое, поскольку судьи пытались быть политически корректными и решили использовать господина Диака в качестве козла отпущения». Диака также признали виновным в получении российских денег, чтобы финансировать президентскую избирательную кампанию 2012 года в Сенегале, его родной стране. В обмен он якобы замедлил выполнение антидопинговых процедур. Согласно выводу суда, общая сумма взяток от спортсменов составила более 4 миллионов долларов. Часть денег Диак выделял другим чиновникам Международной ассоциации, чтобы также сделать их соучастниками коррупции. Суд также оштрафовал Ламина Диака на 500 тысяч евро. Одной из ответчиц по делу была французская легкоатлетка Кристель Дане. «Мою улыбку на лице скрывает маска, но я очень счастлива, что меня признали жертвой коррупции руководство ИАФ. Я также счастлива за всех атлетов. Нам нужно продолжать противостоять допингу». Ламин Диак возглавлял Международную ассоциацию легкоатлетических федераций с 1999 по 2015 годы.